Добрый вечер! Добро пожаловать на девятый урок КАБАВА-1, предпоследний наш урок. Рад всех вас видеть. Надеюсь, что все здоровы, безопасности и начнем с повторения о том, что было на прошлом уроке. И сегодня у нас вопросы-ответы, так что если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете вживую задать, напечатать их и так далее. Чем больше, тем лучше. Если вам что-то непонятно до сих пор, что-то хотите больше уточнить, то, пожалуйста, я для вас тут. Давайте начнем с медитации, с короткой медитации. Можем просто быстро закрыть наши глаза, отключиться от всех беспокойств, от всей иллюзии, которая есть вокруг нас. Подключиться к нашему центру, к нашему свету внутреннему, к нашей душе. Хотим создать пространство, открыть наше сознание, чтобы получить больше света, больше понимания, больше ответов. И быть большим каналом света в нашем мире. И можете представить себя окруженным светом. Это свет Творца, свет бескорыстной любви, свет мудрости. Свет ответов. И когда готовьте, можете открыть глаза. Итак, начнем с повторения. На прошлом уроке мы изучили очень много интересного. Мы изучили про ДНК Вселенной. Мы изучили про, что Каббала учит, из чего состоит сознание. Что есть ДНК, атомные структуры и так далее, структуры физических вещей. И так, извините, и так же есть ДНК сознания, да, и что мы можем подключиться. Я надеюсь, если вы или получили, или если вы еще не получили, могу вам выслать 72 имени таблицу. Это очень мощная медитация каббалистическая. И мы изучили, как ее пользоваться, как пользоваться этой таблицей. Мы также изучили про один из самых важных каббалистических инструментов, который называется Зоар, книга Зоар. Надеюсь, у вас получилось ее приобрести. Она сейчас бесплатная в нашем каббала-центре на интернете. Вам только надо оплатить доставку. Все три версии ее, и с переводом, и только арамейский текст, и мини-версия, все доступны. Сейчас бесплатно, только надо оплатить доставку. Так что не пропустите шанс. Очень рекомендую это сделать. И, знаете, начнем с того, что если у кого-то есть вопросы, то, пожалуйста, не стесняйтесь. Можете прямо напечатать, или можете... Скажите, а как можно Зоар заказать? Вы говорили, что сейчас можно его заказать. Здравствуйте, а кто говорит? Представьте, чтобы мы знали. Элла. Элла, окей, здравствуйте, Элла. Я вам ответил на ваше письмо. Вы идете на вашу страницу, да, в магазин, и вы, знаете, легче всего написать письмо в care.cabao.com. Я сейчас напишу вам это письмо, почту, то есть. Сейчас, секунду. И вы скажите, что вы прямо напишите там, что вы интересуетесь приобрести книги Зоар, вы хотите получить это бесплатно с ней промоушен, который сейчас есть, и прямо можете так заказать. Хорошо, вы отправили, да, Милея? Да, 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 да. Ага, спасибо. Вы всегда можете обратиться, у нас есть иконочка нашей страницы, в нижнем правом углу, всегда можете на нее нажать и пообщаться с кем-то, если вам еще дополнительный пол. Окей, хорошо, спасибо. Пожалуйста. Какие еще вопросы, пожалуйста, открываю, так сказать, пол для вас, так что если у кого-то есть вопросы, не стесняйтесь, можете, хотите, можем взять минуту или две, давайте минуту, две минуты паузу, чтобы вы могли подумать, сформулировать вопросы, и вернемся через две минуты, хорошо? И тогда можете задать ваши вопросы. Знаете, что помочь, мы можем быстро повторить все темы, которые мы вообще прошли за эти восемь уроков. Мы изучили такие вещи, как свет, сосуд, хлеб стыда, уровень сознания, высокий уровень сознания, низкий уровень сознания, оппонент, дарование, формула сопротивления, что такое проактивность и сопротивление, формула, проактивная формула, что такое истинное дарование. и изучили ДНК Вселенной. Так что мы изучили это общие все темы, которые мы прошли. Можете выбрать любую, или персональную, или вам что-то непонятно, вы хотите что-то больше понять. Пожалуйста, не стесняйтесь и приготовьте вопросы. Окей, продолжаем урок. Итак, вопросы. Первый вопрос от Женет. Да, есть таблица. Если хотите, пожалуйста, напишите мне на мою электронную почту, и вы там можете получить... Я сейчас ее напишу. Я вам могу выслать таблицу 72 имени с русским объяснением на каждое имя. Так что на каждое имя есть объяснение. Вы можете его получить в этой таблице. Напишите мне просто, и я вам могу выслать эту таблицу. Окей. Давайте, если у кого-то есть вопрос, не стесняйтесь, или пишите, или прямо задайте вживую. Так что... Ждем ваши вопросы. Если есть... Всегда лучше, если есть вопросы, потому что явно у вас есть хотя бы какие-то вещи, которые непонятны, как это можно лучше в своей жизни использовать, что это означает. Если кто продолжает во вторую кабалу, вы всегда сможете встретиться с учителем, со мной, скорее всего, и обсуждать эти вопросы более детально, один на один. Но также, если у вас какой-то есть вопрос, то не стесняйтесь, явно это поможет и другим. Это будет актуально, не стесняйтесь. Так что выйдите из своей зоны комфорта. Это форма дарования тоже. Если вы будете задавать вопросы, и чтобы другие это могли услышать, ответ. Так что можете нажать на своем компьютере, чтобы вас unmuted. Чтобы вас можно было слышать и... Вы можете еще раз email свой написать? Конечно, да, конечно. Я еще раз напишу. Он написан в чате, но я вам еще раз напишу, чтобы был. Должен высветиться, так что... Окей, если будут вопросы, то можем в течение урока задавать, не стесняйтесь. А я хочу вам дать несколько советов, как быть легче на духовном пути. То есть, есть какие-то определенные факторы, которые всегда вам будут помогать. Если есть вопросы, всегда не стесняйтесь, покажитесь и задавайте вопросы. Один из самых важных аспектов в духовности – это состояние радости. Это быть в состоянии радости. И радость, каббалисты учат, это не что-то, что должно быть реактивное, что мы должны на что-то реагировать и быть радостными. Мы учили, что есть проактивность и реактивность. И мы можем быть в состоянии реактивности. Это когда окружающие стимулы нас заставляют чувствовать определенным образом. Это один способ. А более высокий способ – это когда я сам проактивно выбираю, как я себя буду вести, как я себя чувствую, в каком состоянии настроения я буду. И на самом деле каббалисты говорят, что это возможно. Что возможно быть в таком проактивном состоянии, где я могу быть постоянно в состоянии радости. Понятно, что бывают моменты, когда мы иногда не так себя воздушно чувствуем. Это понятно, это у всех бывает. Но мы, насколько можем, должны стараться быть в состоянии радости. То есть даже вот без причины. Вот просто без причины взять, включить хорошую музыку, что вам нравится, что поднять вам настроение, это всегда будет вам, будет вас делать ближе к свету. Состояние радости всегда вас приближает к свету. Окей? Так что это один такой маленький. Вопрос от Джанет. How to overcome somebody's negativity by proactivity? Окей. То есть если... Интересно, как... Ну, это, конечно, персонально, да? То есть интересно, что вы имеете в виду. То есть что означает саморезинегативный. Но приблизительно понятно. То есть есть... Иногда вокруг нас есть люди, которые не самые большие каналы света, да? И бывают, и могут с нашей стороны находиться в реактивном состоянии. Да? Каббалисты учат очень интересную вещь. Во-первых, когда мы видим что-то, что нам не нравится в других людях, первое, что мы хотим сделать, это посмотреть, есть ли эти качества во мне. В каком-то виде, в каком-то формате, в каком-то настрое, в каком-то варианте. Может, у меня тоже есть такое похожее качество, сознание, поведение, реакции и так далее и тому подобное. То есть мы хотим... Обычно, когда что-то нас выводит из себя, это означает, что у нас есть такое похожее качество. Окей? То есть, когда нас что-то выводит из себя в других людях, причина не в другом человеке, не в поведении другого человека, а причина в том, что это похожее качество есть также во мне. И потому я так на это... Потому что это является моим, так называется, триггером, да, или ручком. И вызывает во мне такую реакцию. Так что очень полезно видеть и замечать людей, которые в нас вызывают такие реакции. Потому что это означает, это они как способ, они как компас, который показывают нам, на чем нам надо работать. Что нам надо улучшить себе. Что нам надо... На чем нам надо продвинуться. Где нам надо быть более проактивным. Это первое. Есть, конечно, люди, которые как вампиры, которые просто не полезно их вокруг себя иметь. Это тоже такое есть. Но проактивность всегда заставит их, чтобы они от нас дальше держались. Например, книга Зуат. Всегда, когда у нас есть, это поможет нам иметь защиту от негативных людей. Когда у нас есть... Чем больше света мы будем генерировать, чем больше истинной заботы, любви, доброты, мудрости будет в нас, тем больше защиты будет у нас от этих людей. Окей? Но надо это, конечно, очень индивидуально. И никогда не обвиняйте этих людей, можно так сказать. Не вините их. А посмотрите глубже. Посмотрите, окей, что мне на самом деле меня в этом человеке беспокоит? И почему он такую реакцию во мне вызывает? То есть глубже посмотрите. Не только смотрите со стороны, а попытайтесь проникнуть и заметить, окей, что... Что мне не нравится истинно в этом человеке? Когда вы обращаетесь с этим человеком, это вообще очень мощный трюк. Сейчас особенно, в это время, мы находимся в очень эмоциональном времени, в очень эмоциональном периоде. Называется три недели особые. Это три очень эмоциональные недели, где эмоции поднимаются на десять раз больше, чем обычно. И что очень полезно делать, это одно из качеств, которые тоже каббалисты нам говорят, что нам надо вырабатывать себе в духовной работе. Это качество прощения. Что мы хотим научиться прощать больше людей. Это означает, что мы хотим... Даже когда вы общаетесь с кем-то, вы в вашем сознании хотите сказать, я тебя прощаю, прости меня, извини, я тебя люблю. Прямо вот так повторить, окей? Прямо вот так повторить, в вашем сознании, даже в сознании вы можете это сделать, не обязательно устно. Но в сознании вы хотите просить прощения. Особенно есть люди, которых нам сложно простить. Есть люди, которые, мы считаем, нас очень сильно обидели, сделали нам что-то неприятное. Мы даже... Даже это одно из качеств, которые даже если вы его не чувствуете, вы все равно его рекомендуете практиковать. Это означает, что даже если я не чувствую, что я хочу попросить у этого человека прощения, или не прощаю, но умственно это повторите себе. Это одно из самых мощных, позитивных качеств, которых вы можете выработать себе, где вы... вы находитесь больше и больше в состоянии прощения, где вы перестаете настолько винить кого-то. Помните, мы хотим всегда быть причиной нашей жизни. Причина — это означает, что все, что произошло в моей жизни, все люди, которые пришли в мою жизнь, все ситуации, которые были, они на самом деле как-то служат мне. Они на самом деле в их глубине помогут мне. Помогут мне как-то расти. Снаружи они могут казаться как проблема, как наказание, как проклятие и так далее. У нас много слов до этих вещей. Но на самом деле внутри этой ситуации есть какая-то позитивность. И у всех у нас были такие ситуации. У всех у нас были ситуации, где нам кажется, что эта ситуация была несправедливая, она была неправильная, с нами не обратились неправильно и так далее. Но на самом деле, если мы глубже-глубже проникнем в корень ситуации, это наша задача, кстати, в духовности. В духовности — это и есть наша задача, где мы глубже проникаем в ситуации и понимаем истинную причину, почему это произошло и какой позитив был в этой ситуации. Окей? Это очень важно понять. Что духовный человек, вы никогда не найдете причину и обвините человека больше. Да, есть много людей, которых делают много ошибок, и люди делают ошибки. Это да. Но мы не хотим быть в этой стороне, мы не хотим быть в этом сознании. Это более низкий уровень сознания. Более высокий уровень сознания — это точка зрения света. Это означает посмотреть на ситуацию с точки зрения света. И если мы верим, что творец только позитивный, только дающий и только заботливающий, это означает, что все ситуации, которые к нам пришли, и все люди, которые к нам пришли, все, что к нам приходит, все, что мы испытываем, в корне имеют очень большой позитив. И наша задача в духовности — это сломать эти, можно так сказать, скорлупу, которая находится вокруг этих ситуаций, этих людей, и найти истинный свет, который есть в этой ситуации. В этом и весь трюк. И это мы делаем через медитации, через изучение, через трансформацию, через дарование, которое мы делаем. В этом и есть весь трюк. Мы хотим... Мы... 72 имени, например, это один из очень мощных инструментов, чтобы получить больше ясность, иметь больше ясность и понимание на то, почему определенные ситуации произошли в нашей жизни, как они могут нам послужить, чему они пришли нам учить нас. Это очень важно понять, что все, что в нашей жизни происходит, это помогает нам больше любить, больше расти. Любить — это очень важно. Любить — это очень важно. И учиться больше любить. Мы получаем удовлетворение от любви. Мы любим любить. Мы получаем от этого удовольствие, правильно? Это одно из самых важных эмоций, которых мы должны испытывать. Это ощущение любви. Мы можем посмотреть, как я могу практиковать больше любви в каждой ситуации. Понимаете? То есть, может, я могу простить кого-то больше. Простить себя тоже. Это очень тоже важно. Мы иногда себя не прощаем. Мы иногда себя постоянно наказываем за что-то. Себя простить тоже очень важно. Это прощение. И быть в состоянии прощения — это очень важное качество, очень позитивное качество. И мы хотим его практиковать, и мы хотим больше использовать. Даже когда вы входите в комнату где-то какую-то, вы хотите умственно попросить прощения у всех и простить всех. Хотите иметь эту энергию. И помните всегда, что мы хотим быть подключены к энергии. Творец — это энергия. Свет — это энергия. Мы — это энергия. Наше окружение — это энергия. И мы хотим всегда подниматься на более высокую энергию, на более позитивную вибрацию, на более позитивную трансляцию энергии. Да, мы не хотим быть в низких энергиях. Низкая энергия — это страх. Низкая энергия — это обвинять. Низкая энергия — это реактивность. Это депрессия. Это и так далее. Это низкие энергии. Мы хотим всегда подниматься на более высокие энергии. Это энергия радости, энергия дарования, энергия блаженства, чувствовать блаженство, да, тоже. Вот когда все блэсс, по-моему, блаженство — это блэсс по-русски. Это когда вот все просто падает на свои места. Это в каком состоянии мы хотим находиться. То есть мы хотим всегда поднимать наши вибрации, всегда думать, как я могу, и ситуации даже вокруг нас, когда есть какой-то негативный человек в нашей жизни, мы можем представить, что этот человек поднимается в свет. Представьте в вашем так в уме, представьте, что этот свет поднимается в свет. Представьте, что этот человек, что вы приносите энергию бескорыстной любви Творца в отношении между вам и этим человеком. Окей? Так что качество прощения. Прощать, быть в состоянии прощения. Умственно это можно делать, да, это не обязательно делать устно. Это очень мощная энергия, очень мощное состояние, в котором мы хотим быть. Окей, дам минуту вам, если у вас есть какие-то еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. Даже вы можете задавать вопросы очень простые, если даже вам что-то непонятно, как пользоваться уроками или так далее, тоже можете задавать. еще один из таких каббалистических инструментов, который очень рекомендуется, это быть в состоянии благодарности, да, иметь благодарность ко всему тому, что у нас есть. то есть мы хотим пробуждать истинную благодарность за все, что у нас есть, за наших близких, за себя, за то сознание, в котором мы находимся, за наше жилье, за наших друзей, за все, что у нас есть в нашей жизни. Состояние благодарности является магнитом, который, во-первых, оставит все, что у нас есть, и также умножит все, что у нас есть, умножится еще. И плюс будет как магнит принести еще больше позитива в нашу жизнь. Окей? Так что быть в состоянии благодарности. Это означает, вы благодарите все, что вокруг вас есть. Спасибо за этот компьютер, спасибо за этот телефон, спасибо за вас, спасибо за все, что у меня есть, спасибо за мое сознание, спасибо за мою связь с Творцом, спасибо за моих близких и так далее. Быть в состоянии благодарности. Это очень мощное качество, очень мощное сознание, очень позитивное сознание, в котором мы хотим больше и больше находиться. И это будет приносить больше и больше света в нашу жизнь. Окей? Так что быть в состоянии благодарности. Магнит для еще большего позитива. Говорить «я хочу», «мне нужно» и так далее, на самом деле отделяет нас больше и больше от того, что мы хотим. Чувствовать благодарность за все, что у нас есть, и даже за все, что мы хотим получить, будет приносить нам больше и больше света, больше и больше богословений. То есть если я хочу иметь лучше отношений, лучше здоровья, лучше богополучия, иметь больше финансового богополучия, мне надо находиться, быть в состоянии благодарности. Когда я нахожусь в состоянии благодарности, это будет мне приносить больше и больше. Если я нахожусь в состоянии, что мне нужно что-то, мне что-то не хватает, это не будет приносить мне так много света. окей так что работает наоборот очень важно это очень мощный инструмент быть состоянии благодарности очень мощности поговорить побольше по знак зодиака рак окей мы сейчас находимся в месяце рака это каббалисты очень пользуются астрологии и каббалистической астрологии что понять о том что происходит в верхних мирах и что как мы можем больше вырасти и один из одной из самых основных качества рака они очень могут быть называется ниги это они очень могут быть много хотели для себя да им не хватает им нужно уверенность им нужно чтобы о них позаботились и так далее как мы можем вырасти в этом месяце и в этом этот знак их 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 как бы ultimate versions самые идеальные версии себя это абсолютная забота бескорыстно у них они очень бескорыстные люди но это покрыто какими-то маленькими желаниями которых у них есть чтобы их погладили сказали ой ты такой хороший чтобы выглядеть хорошо в других в глаза других людей они должны научиться быть сильными в их даровании они должны быть сильными в том чтобы отпускать ситуации которых и людей и отношения которых им не служит это очень важно для них это для них безумно важно они должны быть бесстрашные одно из их качеств они очень склонны бояться и быть страхи что они что-то потеряют что что-то закончится что их от они будут одни у них не будет больше денег и так далее то есть быть бесстрашным они должны заботиться о здоровье они на они они очень любят они очень любят кушать для них еда это форма комфорта это как это как наркотик можно сказать для них они вот пользуются этим чтобы не думать и не чувствовать о вещах которых им надо чувствовать а то есть не обращаться к еде а проактивно быть обращаться к идее это очень важно и для них очень важно быть просто радостным быть бесстрашным отпускать и быть безумно радостным абсолютно не к иметь никакого страха о том а думать о том что будет будущем они боятся будущие зато и для этого очень полагаются на прошлое они всегда думают о прошлом ностальгию любят и так далее бы ток думать только о будущем для них хороший очень противовес это знак стрельцы и водолеи они очень полярные противоположности полностью абсолютно очень так что им иногда даже полезно проводить время с этими людьми потому что они будут балансировать друг друга очень интересные комбинации если люди есть такие друзья очень полезно вот так что это у нас есть целый курс про знак зодиака можно сделаем его скоро по-русски чтобы вы могли узнать про важных зодиака и как он почему вы его выбрали и всегда думать о том что есть те аспекты которых я хочу сопротивляться до в каждом знаке есть и в каждом знаке есть позитивные аспекты мы хотим работать на позитивный и сопротивляет реактивный окей так что это есть рост есть очень много информации сейчас на интернете где вы можете узнать больше про ваш знак про вашу луну луна имеет очень большое влияние на характер человека потому что это имеет больше влияние на эмоциональное состояние в котором вы находитесь так что потому астрология очень бывает обширная например если рак а луна у них находится водолея то они будут очень непохожие раки да потому что это полная противоположности знаки или луна в близнецах то есть они очень будут тоже намного легче не такие эмоциональные и так далее но посмотрите этому это астрология это инструмент лучше себя познать это не предсказать будущее не о том что будет не кто мне лучше подходит больше всего и так далее это понять можно так сказать тикун вы знаете уже слово тикун это проходили это моя персональная миссия персональная эволюция в этой жизни какой тикун у меня в этой жизни я могу это понять через астрологическую карту и так что это очень мощный инструмент очень рекомендуем пользуемся мы им очень пользуемся я им очень часто пользуюсь всегда знаю знаки астрологические знаки астрологические знаки и так далее так что это очень 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 удобный инструмент это не все написано звездах то есть не все что написано это всегда можно преодолеть для этого есть мудрость кабалы но это очень мощный инструмент очень хороший инструмент больше себя познать если есть еще вопросы не стесняйтесь итак мы изучили про прощение мы изучили про благодарность быть иметь быть состоянии благодарности больше и больше да я не знаю кто задает написано просто iphone но можно узнать текун человека через его астрологическую карту да это абсолютно можно вам точно конечно не скажут в котором часу и когда вы делаете но вам в общем скажут что у вас текун такой например да у вас текун там научиться лучше принимать решение или ваш текун это это быть более самоуверенным так далее понимаете то есть текун он да он его можно познать потому что кабала учат что вы выбрали время место когда вы родились понимаете и выбрали это чтобы потом смогли посмотреть на вашу астрологическую карту и понять какой у меня текун понимаете что бог моей прошлой жизнь а если хотите у нас есть русскоговорящие астрологи вы можете обратиться к ним записаться на карту и сделать с ними астрологическую карту есть англо английскоговорящие астрологи могу вам тоже напишите мне почту я могу могу выслать их информацию как вы можете к ним записаться они могут прочитать вам вашу карту могу посоветовать вам кому что вы хотите от карты тогда я могу вас очень много астрогов могу вам посоветовать точно кто они говорят по-русски английский на иврите по-французски испанский практически на всех португальском и так далее так что можете можете обратиться ко мне вам вышлю хорошего астролога для вас вот мы сейчас я вам хочу тоже сказать чуть-чуть про время в котором мы находимся мы находимся время называется дэна мэцарим это три очень мощные недели они называются три недели интенсивности это где наше эмоциональное состояние наше проактивность все будет толкнуто к лимиту это не время когда мы называете негативные так далее это просто время когда я могу вырасти больше чем когда-либо когда все абсолютно 4 иллюзии будут сняты и мы будем видеть истину но наша задача быть проактивным тысячу раз больше сейчас время быть проактивным тысячу раз больше чем когда-либо окей так что помните что я хочу сейчас быть проактивным намного больше чем когда-либо когда-либо хочу еще больше давать я хочу быть состоянии позитива я хочу быть состоянии любви радости и так далее так что будьте осторожны эти три недели они очень мощные и способствуют духовному росту но они не помогают в том что быть проактивным они будут нас толкать на то чтобы быть более реактивным так что будьте будьте осторожны в этом смысле окей если еще нет вопросов то там еще минуту если вы хотите задать какой-то вопрос очень рад то тогда на сегодня все потому что 9 урок это обычно ответы вопросы и можем сделать да я могу вам лучше напишите мне на почту это будет легче или я тоже могу вам написать мой телефон но я не так быстро на него отвечаю так что это не так легко так что если можете пожалуйста лучше напишите мне почту и тогда мы отправили мой телефон и тогда можете мне обратиться и так дальше без нам кто это а то вот и так окей раз нету больше вопросов большое спасибо на следующем уроке будет нас последний урок это 10 урок мы будем говорить право того как мы связаны со всем миром очень интересный урок мы будем изучать как мое поведение мой духовный рост влияет на все окружение на окружающий мир если связь вообще или это две разные вещи и вы будете иметь возможность после этого мы начинаем кабала 2 так что можете позже после этого записаться вы можете записаться или через имея наш мембершип на кабала . ком или стоит 150 долларов можете отдельно записать как вы хотите и все так что если у вас будут вопросы пожалуйста пишите мы можем их ответить на следующем уроке большое спасибо что пришли и увидимся через неделю до свидания и и и и